Девушки отдыхают 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 Я же в данный момент не располагаю достойным спутником для сего мероприятия. Пребуется интеллигентный, приятный, не слишком молодой и не старый человек с хорошими манерами, у которого есть хотя бы один приличный костюм, чтобы сопроводить вы меня на церемонию ее свадьбы и последующее торжество. Буду безмерно благодарна, в обмен могу предложить несколько часов веселья с юными девами, танцев с лучшими из них и интересные беседы. Алкоголь тоже будет застенчива незнакомка. Под скриптом я не исключаю возможности продолжения знакомства после свадьбы, но если вы рассчитываете сразу после праздника отправиться со мной в Альковы, то имейте в виду, что я прошла курсы женской самообороны и вреданской армии. Интересно. Такое впечатление, что это Шаня написала. Ублю колыбельку. Ищу колыбель в хорошем состоянии, но не задорого. Для девочки или пацаненка, еще не знаю, никого нам жена родит на свет. Лучше из дуба. Но сосна тоже сойдет, если колыбель добротная и лапная. А то жена. В дешевке какой-то не обрадуется. Лучше всего, чтобы выкрашена была в цветочке. Но вообще мне все равно, можно и без ничего. Я сам могу покрасить. Уши это-то я могу, чтобы показать женщине, что ее муж не бесполезный какой валандой. И в общем, если что-то такое у вас есть, с радостью куплю. Или с еще больше радостью приму в дар. Музик. Меняю дырявый горшок на бричку. Уникальная сделка. Хочу обменять чудный оловянный горшок, разукрашенный васильками и лилиями. Да, с парой дырок, но это и хорошо. Сделайте еще несколько дырок. Вот вам и дуршлаг на бричку. Бричку можно небольшую, даже малюсенькую. Лишь бы там уместилось два, а лучше четыре человека вместе со скарбом. Если возможно. Можно старую, главное, чтобы ездила и чтобы колеса были новые. И чтобы с мощным валом. Так что, пожалуй, не старше года или двух. Оставьте сообщение у Ботки. Вол. Горшок на бричку. Чудище в каналах. И будет всем известно, что Ольгердфор Неверик выдаст величную великую награду с золотом, многоценными камнями или движимым имуществом по договору. Любому смельчаку, кто спустится в каналах Симфурта, и убьет чудовище. Там засевшее, что промышляет убийствами невинных людей с особым предпочтением к юным девам. Задание наиболее подходит для закаленного в боях лица, солдата или, возможно, ведьмака, который не убежит при виде утопцев, ибо этой мерзости там безобилия. За более подробной информацией обращайтесь в умения Гарри, что к северо-востоку от Новиграда. Спрашивайте Ольгердфор Неверика. Это, кстати, задание, которое начинает сюжетную линию дополнения Каменной Сердца. Мне для храбрости нужны три вещи. Хорошо поесть, хорошо выпить и хорошо повеселиться. Добро пожаловать в Семь Котов, самую удачливую таверну в городе. Говорят, даже похмелье с нашего вина приносят удачу. Что можно поесть? О, то, что нужно. Добро пожаловать в Семь Котов. Предлагаю перекинуться в карты. В Гвинт. Добро пожаловать в Семь Котов. 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 Продолжение следует... 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 Злу не укрыться от священного огня. Огонь осветит его, сожжет, очистит. Огонь осветит, сожжет, очистит. Узрите все пламени милосердия. А тебе, выродок, особый костер. Ты будешь гореть медленно и молить о смерти всеми голосами срацу, как все боятся. Я не снял ничего дурного, ничего, я просто хотел жить, как вы. Помогите, люди добрые! О, это ж доброе! Надеюсь, Дуду им не попался. Жанны Доплеры смердят совершенно иначе, чем люди. Платилась в книгах. Застенье врачи не лично. Младше постарался. А красиво-то так сожгли. А денежка какая-нибудь найдется? Д harpist. «Ныть на скелике, в твоем роде!» Главное – все остальное, когда все прошло. Ты не милый? И во время войны. Где ты, в elephants? Ты с ума сошел? Другой – платы. А? Да, надо же сошел. В смысле, вığımız среки есть. Могу? Ты что, шантажировать собраться? Тихо бы я был. Видел новых официантов? Нет. А есть на что глаз положить? Нечего. Ты с цирком приехал? Нет. 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 У нас в Ковере порядка-то получше. У нас в Ковере порядка-то получше. Без собранный бир enlightening. Откуда? Из Велина. Там война с вами. Пригожую колдунью найти все труднее, а развлечься-то тоже хочется. Ну, все, все, все. Это место Сифры. Отсюда изливается магия. Отсюда. 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 Говорят, какие-то ведьмаки на Ниль. Я буду за тобой приглядывать, белоголубый. Сейчас, в принципе, заглянули. Домой Трис и будет уровень 16-й. Подозрительно ты выглядишь приблудом. Эй, ты, проваливай отсюда. Мы с этим домом работаем. Считаю до треха, чтобы вас тут не было. Раз. Ты слышал? Два. Гляньте на него. Он нас тут пугать будет. Три. Умри. Косер. Довари. Ну, я тебе покажу. Ну, сколько мне еще ждать? Умри. Ты, косер. Только не бей. Где чародейка, которая здесь жила? Должно быть, залегла в какой-то норе, как все остальные. От кого она скрывается? Храмовая стража взялась за магов. Травит их, как крыс. Кто может знать, где она скрывается? Я бы ее поискал в Гнилой Роще. Гнилая Роща. Интересное название. Гнездо отбросов из страшилищ. Порядочного человека там не сыщешь. Поэтому ты решил, что моя знакомая там? Я никого не хотел обидеть. Где эта Гнилая Роща? Понятия не имею. Но говорят, там нищие и всякие чудные ошиваются. Тебе там самое место. Может, и так, только я не знаю, где это. Говорят, туда можно дойти по каналам, которые выходят где-то за городом. А где именно, мало кто знает. Ну, или нищих поспрашивай. Или найди вора и выследи его. Поговаривают, что нищие воры платят дань королю нищих. Значит, они и про Гнилую Рощу знают. Значит, здесь у нищих свой король? С короной, со скипетром? Зря смеешься. Это прозвище, понятное дело. Только с королем этим каждый в Новиграде считается. И ты поосторожнее. В рощу даже Менги не суется. Кто меня звал? Чего хотел? Менги. Храмовая стража. Взять это воровское семя в комнату до знаний. Но, господин, за что? Это ж барахло чародейской суки. Так, по-твоему, их имущество можно грабить? Но магии чародейки не закона. Но их скарт – забота храмовой стражи. А Новиград – город законопослушный. Ты знаешь, что нетопырь чует мотылька за мир? Здесь дело не в чутье, а в слухе. Надо же. И в нетопырях ты разбираешься. А я думал только в монстрах. Как нетопырь чует мотыльков, так и я чую чудовищ. В Новиграде нет места таким, как ты. Я слышал, что Новиград не место для магов и чародеек. Теперь ты говоришь, что он не для ведьмаков. И для кого он тогда? Для праведных людей, исповедующих единственно истинную веру в вечный огонь. Пока я не могу тебе ничего сделать, но я знаю, что ты здесь. Один неверный шаг, и ты пожалеешь. Я буду первым, кто об этом узнает. И тебя отправят на дознание, как каждого магического выродка, который набрался наглости марать наш город. До встречи. Кто с тем, кто разрисовал? Кто с тем, кто разрисовал? Кравы, коренья. Трис решила стать целительницей? Такие щетки для волос использовала только Трис. От амулетов исходит магия. У Трис аллергия на эликсиры. Одежда Трис. Раньше она ее не разбрасывала. Роза памяти. Ну, Роза памяти, это по второй части отсылочка. Мои извинения, сударь. А ну-ка, най отсюда! Держи, вора! Мне кажется, влюбиться. Вечный огонь. Найдется милостынька для убогого? Хромой. Да где я там? Обеими ногами владею, а руки, что твоя мельница? О, как махаю! О, гляди! О! Я, видишь, умственно помешанный. И давно это помешательство? А с рождения? Вот здесь у меня помешательство. Вот! Сейчас рукой вам покажу. Видал, как рукой я показывал? По-моему, ты здоров, как лошадь. Жрецы меня смотрели из нахарь и сказали, что я помешанный? Неправду тебе сказали. Мне-то все равно. Люди милостыньки не жалеют, нравится им, как я показываю. Вот здесь. Здесь. Ну, главное, ты счастлив. А то. А больше всего я люблю, когда у меня кто дорогу спрашивает. Тогда показываю, во как. Я-то город знаю, ой, знаю. Ты, наверное, знаешь, где место под названием Гнилая Роща? Я знаю? Да я там живу. Это там. Вот туда. Туда. Оп. Там это где? В квартале у шлюх. Есть такой закоулок с воротами. И вовсе не Гнилой он, и не Роща. Дурачки о нем только так говорят. А я-то знаю. И туда всех пускают? Ну да. Если только скажешь, старая чушка плодила под свинков. Ну, а если не скажешь, то, может, и не пустят. Но сказать-то несложно. Послушай, старая чушка плодила под свинков, а? Благодарю за помощь. Где бы опыта отгребсти. Так. Меры и весы. Так, заказик. Домовой. Это за домовым гоняться. О, тут где по гринту. О, кулачные бои. Надо сразиться с кем-то. Опыт быстренько получить. Знаешь балладу про Ванду? Что не хотела за ней льдгарца? Отлично. Пусть мы сжимаем здорово вернутся. Мастер Кройверх приветствует претендента. Геральт приветствует мастера Кройверха. Готов ли ты принять вызов и сразиться с чемпионом таверны? Можно подраться и с этим вашим Георгем. Внимание, внимание. Вот этот ведьмак выйдет на ресталище против чемпиона таверны Георга Георгиуса, прозываемого также Капром. А пока наш чемпион готовится, давай поболтаем. Поговорим о деньгах. Ты можешь порядочно заработать. Главное, слушай, что тебе говорят. Предлагаешь устроить сгор? Я не предлагаю никого обманывать. Я просто хочу сделать настоящее зрелище. Что скажешь? Сколько я получу, если сдам бой? Больше, чем если б ты его выиграл. Поцелуй меня в жопу, мастер Кройвер. Ты об этом пожалеешь. А приветствуем на ринге соперников Геральта и Георга Георгиуса по прозвищу Капер. Пусть победит сильнейший. Иди, иди сюда. Геральта и Георгиуса Хорошего понемножку. О-о-о-о! Победителем в бою и новым чемпионом нашей таверны стал Геральт! Вот твоя награда! Еще можно подраться с Арчибальдом Монейлом. Он обычно где-нибудь у входа в друщобы. Есть еще Мортимер, капитан Стражи. У него поста оксинфурнских ворот. Ах! Блевательцы! Мастер, не помог бы ты добрым людям. Нам как раз на кружечку не хватает. Ой, как-никак, коллеги. Вы же мастер-ведьмак, а мы оба мясники. Вы рубите, и мы любим. Только ведьмакам платят больше. Им ведь и целые деревни скидываются. И богачи грошей не жалеют. Что-то мне попадались злые богачи и неправильные деревни. Ну, не заставляй себя упораживать. Мастер, ведьмаки всякой людям в битве помогают. Мне кажется, вы устали. Вам, наверное, уже пора домой. И правда, что? Мы уже два дня так пьем. Да, дело ты говоришь, мастер. Пора домой. Один раз так добрался. Стоять и шею. Жалкое зрелище. Стоять и шею. Стоять и шею. Стоять и шею. Что случилось? Тьфуц! Всё, хватит. Моя мама была в домикол, а твой отец звонил кузиной! Тьфуц! Да ладно. Продолжение следует... Ох, что ж творится... Продолжение следует... Прощай. Продолжение следует... Расскажешь побольше об этих боях? В Новиграде, на островах Скеллиги и на землях Велена организуют поединок. В каждом месте свой чемпион. Однако, чтобы бороться с чемпионом, надо сначала победить других противов. Тот, кто победит чемпионов Новиграда, Скеллиги и Велена, получит почетный титул чемпиона чемпионов. Я готов. Вы слышали? Поединок начинается! Наш чемпион, Арчибальд Тунейл, выйдет против Геральна! Удачи ли! Я тебе сегодня тоже укулежу, завтра за нее же укусил. У-у-у-у! Пора заканчивать. Дамы и господа, у нас новый чемпион, который только что сверх трона Арчибальда Унейла! Браво, Геральд! Это был прекрасный бой! И с кем мне драться, чтобы стать лучшим в Новиграде? Что же, если охота подраться, попробуй выстоять против Капитана Стражи. Олига! Ты сможешь. Стражение. Как дождь! На смык. Коми? 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 На смык. Коми? Коми? Так. Пошла. Нет. Не шляйся тут. 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 Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. С тобой я бы сыграл, пожалуй. Согласен. Сыграю на твоих условиях. 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 Сыграю на твоих условиях.